В Китае активно восстанавливают экономику, пострадавшую от влияния пандемии. И здесь не последнюю роль играет туризм. Его доля в ВВП страны превышает 10%. В самой же отрасли занята одна десятая часть работоспособного населения. Чтобы стимулировать этот сектор экономики, власти смягчают меры эпидемиологического контроля. К примеру, возобновили межрегиональные групповые поездки граждан и массовые мероприятия в наиболее пострадавших от эпидемии регионах. Все подробности в материале нашего собственного корреспондента в Поднебесной Батагос-Сархабаевой. Отели, рестораны и достопримечательности активно привлекают посетителей. В стране постепенно восстанавливается туристическая отрасль. Теперь туробъекты могут принимать не 30% от максимально возможного числа посетителей, а 50%. Например, шанхайский Диснейленд уже увеличивает продажу билетов. И неудивительно, ведь в условиях закрытия границ граждане Китая планируют отдых внутри страны. О том, что бизнес оживился, говорят и владельцы небольших постоялых дворов вокруг Пекина. Из-за эпидемии коронавируса многие жители предпочитают не выезжать далеко. По сравнению с прошлым годом дела идут лучше. Посетителей намного больше. Мы соблюдаем все правила безопасности, чтобы люди спокойно могли приезжать к нам. Недавно соцсети сколыхнула вечеринка у бассейна в Ухане. В том самом, где впервые выявили COVID-19. Некоторых пользователей возмутил праздник в то время, когда во всем мире идет борьба с пандемией. Но местные эксперты утверждают, таким поступком город показал, что наконец смог вернуться к нормальной жизни. И да, организаторы сообщили, что были приняты все меры предосторожности. К слову, правила безопасности соблюдают везде. В кинотеатрах, которые недавно открыли, занимать можно только половину мест в зале. Хотя для зрителей сделали некоторые послабления. Например, убрали антракт во время просмотра фильмов длительностью более двух часов. Эту новость люди восприняли положительно. Конечно, не очень приятно, когда во время просмотра тебя беспокоят. Я предпочитаю смотреть кино от начала до конца без перерывов. Если будут новые фильмы, я пойду в кино. Новые фильмы уже в кинотеатрах. И один из них – китайский блокбастер. За несколько дней проката он собрал почти 30 миллионов долларов. В целом, за месяц с момента открытия кинотеатров продажа билетов превысила 140 миллионов долларов. Жителям Пекина, где меры контроля эпидемии строже всего, разрешили снимать маску на улице. Однако соблюдение социальной дистанции все же требует. То есть, послабление делают, но предупреждают. Опасность все еще сохраняется. Фотогол Саргабаева, Эгерим Сулейменова, Хабар-24, Китай. Фотогол Саргабаева, Хабар-24, Китай. Продолжение следует...